Всем привет! В этом выпуске ScreenCast мы с вами поговорим о тестировании сущности pipe. Давайте создадим новый pipe. ng-generate-pipe И давайте создадим pipe, который будет переворачивать строку. Назовем его reverse. Отлично, pipe создан. Я уже подготовил логику реализации. Тут ничего сложного. А мы с вами сфокусируемся на тестировании. Тестирование pipe довольно простая процедура, потому что pipe представляет из себя всего лишь класс, в котором есть метод transform. Декоратор практически ничего для нас не значит. И мы можем тестировать это как обычный JavaScript код. Тестировать класс и в этом классе тестировать метод. Поэтому первый тест, который за нас уже создал на героселай, это то, что pipe просто существует. Также мы можем провести тест на transform. Transform, как мы сказали, что мы договорились переворачивать строку. Если к нам приходит строка 1, 2, 3, то мы хотим получить строку 3, 2, 1. Так, тесты у нас тут запущены уже. И вы видели, тесты прошли. Давайте еще сюда для интереса добавим проверку, является это строкой или нет. Ну, чтобы у нас все не поломалось, мы изначально проверим в начале pipe, value, что это является строкой. Вы знаете, как проверить, да, что это строка. Мы делаем type-off. И type-off мы сравниваем, что это строка. Нам нужно проверить, что если строкой не является, тогда мы хотим кинуть какой-то exception. Throw new error. И не error сказать, not a string. Ну, или более какую-то показательную ошибку, что это произошло в reverse pipe. Надо swing. Так, и нам бы хотелось это условие тоже проверить. Как мы можем проверить это условие? Здесь мы надерем это shoot. А здесь это будет условие, shoot. Мы делаем transform и передадим какой-то объект. Вне строку. И здесь есть метод to throw error. И нам проверили, что ошибка. exception был вызван. И даже мы можем проверить, что с нужным сообщением этот exception пошел. Вот. Вроде все правильно, но у нас что-то поломалось. Тут есть специфика. Когда мы так вот просто не можем exception проверять в expect, мы это еще должны завернуть все в функцию. Также для удобства можем использовать специальный helper before each. И в нем задавать, что мы хотим сделать перед каждым тестом. Например, мы можем на более глобальном уровне определить этот pipe. И каждый раз его не создавать. Создавать в before each. Так, кода будет чуть меньше. Вот, тест-вайдинг. По структу. Вот. Потап.